Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос, поскольку вопрос довольно объемный, я не буду его читать, а я буду его читать и давать комментарий. Итак, я в отношениях уже больше года и живем вместе, мне 21, парню 23. Здесь что хочется отметить, для понимания какой-то вот такой общей картинки происходящего, да, что между вами общего, между вами и вашим молодым человеком. Что общего? Существует ли что-то общее между вами и мужчиной? Это очень важный момент, потому что, если общего нет, или если это общее между вами, достаточно, скажем так, смутно. То есть, если, вот, то, что вас, ну, скажем так, связывает между собой достаточно мало, то я бы сказал, что ситуативно, вот, вот именно, именно ситуативно, это является проблемой для ваших отношений. То есть, ээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ Достаточно общего между вами. Ну, забегая, вот, например, забегая чуть-чуть вперёд, да, забегая чуть-чуть вперёд, я бы, конечно, сказал, что косвенно, то, что вы описываете косвенно, именно косвенно, то, что вы описываете, показывает, что общего у вас недостаточно. То, что вы описываете, показывает, что отношения, которые вы выстраиваете, они больше связаны именно с гендерной, ну, с гендерной моделью поведения. Вот. Но не с личностью друг друга. То есть не с вашей личностью. Вот. И это, конечно, может быть серьёзной проблемой. Дальше, он очень вспыльчивый, часто орёт и может говорить много гадостей, в мой адрес там, где можно было бы отреагировать совсем иначе и спокойнее. Вот. Тут вы демонстрируете, на мой взгляд, следующий момент. Да? Вы почему-то говорите, что человек мог бы отреагировать по-другому. Вот мне, конечно, здесь хочется спросить, а из чего вы делаете такой вывод, что можно? было бы отреагировать молодому человеку по-другому. Что указывает на то, что по-другому отреагировать он мог. Ведь если он вспыльчивый, то он с большой долей вероятности реагировать будет всегда так, как он реагирует. И никак иначе. Вот. То есть здесь очень важный момент заключается в том, что вы как будто бы постоянно ждёте от него другой реакции, которая не происходит. Да? Что вы как бы требуете внутренне от него этой реакции. А её как бы вот, ну, её всё нет и нет этой самой реакции. Вот. И это, конечно, очень и очень важный момент. Да? Потому что вы ждёте, что человек будет вести себя каким-то определённым образом. Вот. Он, этот человек, себя таким образом не ведёт. Вы всё время чувствуете разочарование и, соответственно, ждёте, что вот, ну, как бы... Вы ждёте, что что-то изменится, а в итоге ничего не меняется. Ну, здесь хочется сказать, что ничего и не изменится, потому это молодому человеку меняться не нужно. По крайней мере, для него в этом необходимости такой нет. Вам нужно увидеть, что здесь ваша реакция заключается в том, что вы ждёте от него изменений, ждёте от него каких-то, ну, каких-то перемен, да? Ждёте от него, что он будет реагировать по-другому и требуете этого. А этого не происходит. И возникает вопрос, а вы-то молодого человека, вот таким, как он есть, принимаете, вот таким вспыльчивым, да, таким эмоциональным, вот. Принимаете ли вы его, на мой взгляд, эээ, скорее нет, чем да. Вот, то есть это, это вот, эээ, тут, тут вот такая история. Дальше, эээ, опять же, эээ, его, эээ, так сказать, эээ, тенденция к тому, эээ, чтобы говорить вам, эээ, например, какие-то гадости, да, его тенденция к тому, чтобы, ээээ, вас, ну, например, оскорблять, допустим, и унижать, она, эээ, тоже имеет, эээ, какую-то свою, ээээ, скажем так, историю. То есть это то, что не возникло, эээ, из ниоткуда, это то, что не возникло на ровном месте, это то, что не появилось, эээ, сразу. Это то, что появилось непосредственно, ээээ, ну, вот, в какой-то момент. И очень важно для вас увидеть, в какой момент это, это произошло, очень важно для вас увидеть, как это случилось, как случилось, что человек стал, эээ, ну, вот, вести, вести себя, ээээ, таким образом, да, с вами, вот. И очень важно увидеть, ээээ, как вы на это, ээээ, ну, собственно, ээээ, сами, эээээ, реагировали впервые, когда это произошло. Я думаю, что это связано с тем, что вы, эээээ, его, ээээ, наверное, эээээ, может быть, ну, прощали. Это связано с тем, что вы, ээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ Я делаю вид, что я тебя прощаю, а по факту, по факту, ну, никакого прощения нет. Вот. Да, то есть, повторюсь, что у данной ситуации есть своя история. История возникновения такой модели, такой модели поведения по отношению к вам. Потому что это же не возникло из ниоткуда, да, как я уже вам сказал. Дальше. Бывало, что он сам говорил, чтобы я собирал вещи и уходил из его дома, но потом, когда он видел, что я ищу квартиру, забирал телефон и говорил, что я никуда не пойду. Ну, здесь мы сталкиваемся с неуверенностью мужчины в себе. Да, здесь мы сталкиваемся с тем, что человек плохо достаточно знает свои эмоции и чувства, не умеет о них говорить, не умеет, боится о них говорить. Вот. И опять же, это напрямую связано с вашими отношениями. То есть, это связано с тем, какие отношения вы с человеком выстраиваете. То есть, если вы выстраиваете отношения формализованные, то есть, отношения, где есть вот этот вот элемент какой-то борьбы, элемент какой-то принадлежности, ну, вот элемент того, что ты принадлежишь мне, я принадлежу тебе и так далее. Ну, вот, если есть или был элемент завоевания им вас, то тут, конечно, вне всякого сомнения, такая реакция, она является, ну, единственной возможной, потому что изначально отношения вот так были построены, то есть, изначально они выстраивались на почве такой вот тенденции к борьбе за властью, тенденции к подчинению, тенденции к, ну, можно сказать, сломлению человека. А как результат это приводит к отсутствию доверия, это приводит к тому, что между людьми нет доверия, это приводит к тому, что люди не знают, как им себя вести, люди не знают, что такое, например, доверие, люди не знают, что такое слабость, вот, а в отношениях, в отношениях мы, вот, не можем, что называется, мы не можем не быть слабыми. Мы бываем, что, в отношениях слабыми, и это, в принципе, нормальная абсолютно реакция, нормальное абсолютно состояние, но вот в тех отношениях, где это позволительно. Дальше. После ссор говорил, что я его выписала и заставила сорваться. Ну, это классическая история. Тут бы я рекомендовал вам изучить психологическую игру скандала. Говорить, что он, несмотря ни на что, очень меня любит, никому никогда не отдаст, и чтобы я не обижалась на то, что он меня обижает, наверное, наверное. Ну, здесь у меня к вам, пожалуй, только один вопрос, что значит никому, что значит никому вас не отдаст, да, то есть, вот, что это значит вообще, что значит вообще эта фраза, вот. Ибо, ну, для меня несколько, вот, странно выглядит эта фраза. Почему? Потому что, ну, на мой взгляд, вы не являетесь, вы не являетесь вещью какой-то, чтобы вас не отдавать. На мой взгляд, вы не являетесь собственностью чьей-то, вот, чтобы, опять-таки, вас не отдавать. И у меня вопрос, как вы сами относитесь к тому, что человек, вот, говорит вам такое, что я тебя, значит, никому не отдам. То есть, ну, здесь, по сути, вы, получается, сводите свою ценность, да, к ценности какой-то предметной, какой-то вот материальной ценности. Вот. То есть, иными словами, я тебя увидел, ты мне понравилась, я хочу, чтобы ты была только моей, и, вот, значит, веди себя, веди себя, действуй, делай только то, что, вот, я себе, значит, говорю, потому что ты моя собственная. Вот. И к вопросу о том, как вы оказались в таких отношениях, да, как вообще вы находитесь в таких отношениях, на мой взгляд, это может быть связано в первую очередь с тем, что вы нуждаетесь в защите, вы нуждаетесь в стабильности, вы нуждаетесь в какой-то определенности, и вы ищете это у другого человека. То есть, вы ищете это в мужчине. Вот. Не в себе, прошу заметить, не в себе, а именно в мужчине. Что вас, конечно же, на мой взгляд, и, ну, подкашивает. Потому что в другом человеке этого вы не найдете. Дальше. Мы поехали в другую страну, и там поругались из-за того, что он не считается своим мнением. Ну, вот, здесь как раз, кстати говоря, очень хорошо, на мой взгляд, демонстрируется ваше, ну, ваше отношение, ваше, ваше отношение, ваше восприятие себя. Да, люди, и в том числе близкие люди, действительно могут не считаться с вашим, с вашим мнением. Это, это правда. Вот. Но, обратите внимание, вы пишете, что мы поругались из-за того, что он не считается на нем. То есть, вы делаете человека виноватым за то, что скандал произошел между вами. Но ведь и вы тоже внесли определенный вклад в скандал, в ссору и так далее. Вы тоже ответственны за это. Получается, что здесь вы каким-то образом отреагировали на ну вот собственно то, что с вашим мнением не считаются. Вот. То есть, как-то вы на это отреагировали. Отреагировали болезненно. Вот. И болезненность этой реакции может быть связана только с тем, что вы сами где-то в глубине души допускаете, что недостойны того, чтобы с вашим мнением считалось. То есть, вам нужно одобрение, вам нужно ну, позволение того, чтобы с вашим мнением считалось. Вот. Как только человек это почувствует, как только человек это ощутит, что вот нужно какое-то разрешение, тут же это означает автоматически, что я могу этим как-то управлять. Если я в себе не уверен, да, если я в себе как-то сомневаюсь, если я склонен к ревности, то я буду этим пользоваться для того, чтобы укреплять свои позиции. Вот. как я уже сказал, ваши отношения очень сильно напоминают именно, что борьбу. Вот. К большому моему сожалению. То есть это не то место, где я могу там грубо говоря расслабиться, да, это не то место, где я могу ну вот что называется почувствовать себя хорошо, да, вот, я могу быть самим собой, нет, это не то место от слова совсем. Дальше. Значит, я встала с машины и ушла прогуляться в сторону моря. Ну, это уже с нашей стороны выглядит больше как манипуляция. Он сначала ехал за мной и говорил, чтобы я сел в машину, иначе я его никогда больше не увижу. я сказала, чтобы он отстал от меня, но потом постоянно проезжал по кварталам, вдоль набережной искал меня. И как бы и что к чему это? Вы просто жалуетесь на него. Он очень много боли мне принесет, но в то же время говорит, что меня очень любит, и всегда говорит, что постарается возвращаться вниз, но прошло уже много времени, ничего не изменилось и не изменится, потому что во-первых, нет никакой мотивации у человека меняться, то есть зачем, а во-вторых, самостоятельно без помощи психолога сделать это невозможно. Что касается боли, то в этом смысле боль это ваше чувство, то есть вы испытываете боль и соответственно ответственный вы за свою боль не молодой человек, а вы вы говорите, что он вам приносит много боли, это вы приносите себе много боли, потому что он сталкивает вас с чем-то внутри внутри себя, вас скалкивает с чем-то внутри вас, что у вас вызывает вот ну конфликт, внутренний конфликт, внутренний конфликт, вот, от чего вам больно, и соответственно вы обвиняете в этом его, потому что самостоятельно как-то конфликт, ну разбираться в конфликте, вот, вам не то чтобы очень сильно хочется, либо не очень хочется, либо боитесь, либо вот что-то еще такое, вот, имеет место быть, так или иначе, здесь мы говорим об избегании, так или иначе, здесь мы говорим о том, что вы как-то избегаете вот какого-то своего внутреннего, ну, я бы сказал, внутреннего конфликта, да, то есть вы боитесь сталкиваться с определенным внутренним конфликта своим, вот, может быть это касается страхов, может быть это касается чего-то еще, дальше, так, ну, уже прошло много времени, ничего не изменилось, то есть смотрите, опять же, вы в отношениях здесь, как будто бы ждете изменений, с человеком, которым ваш партнер является здесь и сейчас, вы быть не готовы, а вы как бы постоянно возлагаете надежду на какую-то, ну, может быть, более лучшую версию его, понимаете, да, идеализация, изначально последующая идея идеализации, что позволяет нам говорить о том, что в ваших отношениях больше страсти, вот, чем, чем, ну, уважение, вот, чем такого вот, какого-то, да, принятия, принятия любви и так далее, вот, это, повторюсь, не может не быть проблем, проблемой, к большому сожалению, это не может не быть проблемой, вот, к большому моему сожалению, но это вот в данном случае, в данном случае это так, как мне кажется. Дальше. Сегодня мы пошли по делам и там встретили молодого парня, подумал, что мы новые работники, начал объяснять нам цель работы, но мы сказали, что мы тут по другому вопросу, но опять же, здесь есть, такая, я бы сказал, ну, тревожная, что ли, тенденция к тому, что мы, вот, кто такие мы, да, как бы, то есть нет, нет на самом деле никаких, никаких мы, есть только вы и ваш молодой человек, нет, мы, мы нет, но у вас вот это вот мы, мы есть, то есть как будто бы я, это мы, понимаете, да, в чем, в чем вот здесь, в чем здесь проблема, проблема, проблема здесь, конечно, в первую очередь, в, отсутствии, так скажем, личных границ, между вами, и, судя по, судя по тому, что я могу, судя по тому, что я могу видеть, отсутствие между вами, и молодым человеком, личных границ, вот, то есть отсутствует, отсутствует личные границы, и, появляется вот это вот, скажем так, растворение, как будто бы, друг у друга, вот, что, в общем-то, ну, практически всегда, да, приводит к конфликтам, да, к ссорам и так далее, потому что здесь важно понимать, что личность, она, она борется, как бы, за свое существование, вот, она борется, личность борется за право, скажем так, быть, вот, и, когда на это право совершаются пофигания, вот, а, в данном случае мы можем говорить о том, что пофигание происходит, вот, то человек начинает засчется, человек начинает испытывать, вот, то, что можно было бы назвать агрессией, криком и так далее, и, вполне, вполне, это касается и действий молодого человека, это касается действий молодого человека, потому что то, что вот он так вот такой спильчивый и так вот кричит, вот, это вполне может быть как раз вследствие постоянной угрозы для него себя, ну, вот, потерять. именно по причине растворения, вот, в этом смысле вас. Вот. Ну, равно как, разно как и с вашей стороны вполне отменно происходит то самое. То есть, вы так же, как и он, да, вот, можете опасаться того, что просто вот себя потеряется. Это, в данном случае, вполне нормальная история. Дальше. Значит, парень везливо изменился, предложил нам помощь, потом парень спросил на родственника пара, я ответил четко везливо, что мы пара, но мой молодой человек бесслысловил, вышел из здания, когда мысли домой, начал оскорблять этого парня, и вообще говорит, что ему уже два раза снилось, что я с кем-то слиптую, он знает, что ему сниться не просто так. Начал ларять на меня, говорит, что я закрылась в уроке, сказал, что я могу слиптовать с кем-то с кем хочу, если он купит мне билет, по-моему, вот. Ну, здесь, в данном случае, просто дают знать о себе, скажем так, ваши конфликты, да, здесь дают о себе знать противоречие, здесь дают о себе знать, дает, точнее, о себе знать напряжение, вот, и отсутствие между вами такой вот, ну, можно сказать, полноценной, что называется, близости. Вот. близость, если она и присутствует, она присутствует на таком больше формальном уровне, вот, не очень, чем на уровне эмоциональном, психоэмоциональном уровне. дальше, прошел день, мы почти не разговариваем, но я знаю, лишь то, что если я действительно соберу чемоданы и скажу, что улетаю, он не пустит меня. Но, опять же, какая здесь история? Вы пишете, мы не разговариваем. То есть, ну, извините, кто, кто, кто такие мы? Вот, кто есть мы? Здесь. Вот в чем вопрос. Разговаривать вам или не разговаривать вам? Это, как мне кажется, совместное решение. Ваше. То есть, вы выбираете не говорить, он выбирает не говорить. Ну, как бы, здесь вам, на мой взгляд, нужно взять на себя в первую очередь ответственность за то, что происходит. А происходит, как бы, ровно то, что он, ровно то, чему вы сами ну, происходить, то, чему вы сами происходить позволяете. Вот. То есть, позволяете происходить какой-то вот, ну, какой-то вот, грубо говоря, молчанки, да? Вот, она и происходит. Позволяете себе там не разговаривать с человеком? Вот вы и не разговариваете. Вот. Это вот в определенной степени, в определенной степени, это зависит и от вас тоже. Понимаете? А вы, как бы, вот, ну, пытаетесь сказать только лишь, что, ну, что молодой человек, как бы, виноват в этом. это не совсем, не совсем, конечно, так, но, и я повторюсь, что свои роли в отношениях вы, как будто бы, не видите, или видите, но довольно слабо, вот, довольно смутно, как мне кажется, вот, что тоже очень сильно вам жизнь, конечно, усложняет. Дальше. он мне просто говорил, если я надумаю уйти от него, он закроет меня дом, я не смогу никуда уйти, но это история про созависимость. как мне быть и что делать, как быть, чтобы что, что делать, чтобы что. Подскажите, что не так с этим человеком. Вы знаете, мы не занимаемся тем, что объясняем, что не так с другими людьми. Мы занимаемся тем, что помогаем другим людям разбираться в себе. То есть мы можем помочь вам в себе разобраться, если вы этого хотите, но мы не можем работать с третьими лицами. Это нарушение профессиональной этики. Этот момент очень важно вам иметь в виду. чтобы не было недопонимания. Вот. Поэтому я бы сказал в этом смысле, что ну вот, что самый главный вопрос, если вы считаете, с человеком что-то не так, да, то ну, зачем тогда вы с ним в отношениях находитесь. Вот. То есть, ну, вот, такой, как мне кажется, довольно простой вопрос здесь можно вам задать. то есть, ну, если вы считаете, что человек ведет себя по отношению к вам недостойно, да, вот, а вы все равно как бы с ним находитесь, то это вопрос к вам. Зачем? Зачем? Вот. Понимаете, да? Какая штука, какая штука здесь. Дальше. Я никогда не создавал конфликтов, всегда старался их избегать, но с этим человеком я всегда виновата оказываюсь. Избегание конфликта не всегда приводит к тому, что вас ценят. Избегание конфликта часто как раз-таки делается из чувства такого, знаете, из чувства страха. Из чувства страха делается это. И, соответственно, то, что, ну, то, что вот этот момент, вот этот момент есть, то, что, ну, та причина, например, по которой вы стараетесь избегать конфликта. Если, например, мужчина это чувствует, что вы вот, ну, что вы пытаетесь избегать конфликта, то как раз-таки это будет использоваться как ваша слабость и, ну, вот, способ такой, давления на вас. Вот. Кроме того, для некоторых людей избегание конфликта с другим это, по сути дела, ну, по сути дела это такая вот провокация. То есть, если ты, если ты избегаешь конфликтов, значит, ты меня провоцируешь. Вот. понимаете, да? И к этому вот опять же можно относиться по-разному, да? К этому можно относиться по-разному, но факт с фактом, что ваше избегание конфликта, то есть, иными словами, занятие пассивной позиции приводит к тому, что у другого человека появляется позиция как раз-таки активная. Вот. И эта активная позиция выражается вот в том, в чем она выражается. Вот. здесь я бы больше задал бы себе вопрос, что мотивирует меня избегать конфликтов. Почему я избегаю конфликтов? Ну, вообще. Ну, боюсь я чего-то, может быть. Или вот есть ну, какие-то нюансы для меня и так далее. Вот. Это все может идти в одну канву ваших собственных вот противоречий, ваших собственных страхов, ваших собственных переживаний и так далее. Вот. Поэтому здесь помимо всего прочего, чувствуется, что вы как будто бы целиком нацелены только вот на мужчину. Вот. То есть как будто бы интересует вас только он. Не вы сами себя, да, а он и не в себе вы хотите разобраться, а в нем. Вот. Ну, я бы не сказал, конечно, конечно, что психологи вот конкретно в этом могут помочь, потому что тут вот профессиональная этика. Дальше. Так, я никогда не сталкивался с такими мужчинами и почему-то продолжаете в этих отношениях оставаться. Также ему не нравится, когда я крашусь, я наношу дневной легкий макияж, я говорю, что я крашусь, что привлекает внимание других мужчин, это его неуверенность в себе и ваше чувство вины. Я думаю, что вы виноваты, вы себя чувствуете довольно часто. Говорит, что она крашена как клоуна, вообще так уже никто не красит. Но это проявлению абьюзов. Вот. Значит, для чего вам, чтобы мы понимали, как вы выглядите, не очень понятно. Дело в том, что я ему такая понравилась, что не так с ним. Боится потерять? Супер. Это ведь неверно себе. Огромную роль играет тот факт, что у вас нет личностного взаимодействия. Между вами нет. Личностного взаимодействия. Вот. Очень большую роль играет этот фактор. Вот. То есть, если бы, если бы, было бы взаимное уважение, если бы было достаточно общего, между вами, вот, я думаю, я думаю, что ситуация, была бы гораздо лучше. Вот. так, да, когда нет общего, когда есть страсть, вот, то, в общем и целом, остается только, вот, такая, ну, такая поведенческая команда. Вот. как вы ему понравились, так он теперь и обесценивает вас. Потому что понимает, что, раз вы понравились, там, условно говоря, ему, то можете понравиться еще и кому-то. это его очень болезненно, очень больно бьет. По, ну, по самолюбию его. Вот. Понимаете, да? О чем идет речь, в данном случае. Эээ, дальше. У него какая-то вавка в голове. Как неправильно реагировать на его замечания по поводу макияжа? Ээ, ну, насчет вавки не скажу. Эээ, тут нужно, эээ, мне кажется, более детальное рассмотрение ситуации. Что касается того, как реагировать, ну, вы знаете, эээ, правда в том, что, эээ, как мне кажется, как мне кажется, эээ, вы уже как-то реагируете. Ваша задача только эээ, заметить эту реакцию, заметить то, как вы реагируете, и, в принципе, это делать. То есть, заметить свою реакцию и выразить, эээ, выразить ее. Эээ, эээ, если вы не знаете, как реагировать, это уже повод обратиться к психологу. Почему вы не доверяете своей реакции. Удачи вам, всего самого доброго, буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу. по моему ответу, про моему ответу, по моему ответу, готово. Продолжение следует. По моему ответу,